дай мне записать вводную часть короче ребят всем привет каникулы в таиланде гошь что за хуйня почему я блять все сумки несу сказать жизни да читает кошки друзей нашел что-то что позвонил альдар сказал что его не выпускают снимали красивый влог были втроем остались блять вдвоем посуды кончен для сумку его зешить как ты собираешься тренироваться каждый день ты пятикилограммовую сумку собрал уже одышка блять ребята слышите как он дышит блять он уже сейчас умрет блять если мы пешком пойдем на первое ничего страшного так же малосы что-ли поврится на нормальные темы в реналосы как-никак из нас всех самый красивый блять просто физесты собрал эту малышку и для сознания потеряла подышки для тебя в целом решили все чистое зубы и зубной пасть это гашан все прибраковали вот так блять я так замерз жопа а чё оделся на как было все мотоцикл остается на зиму за машинкой гашана а мы едем дальше о шлем ребят гоши тут распаковывает свой этот протеинчик быца игры тоже взял против облик очки пиздец тупые все собой все собой несут я кстати гоше взял капли а старин он очень ждет посмотреть эффект как он накачается чё как будет короче гоша думает он превратится барнольда шварценеггена ждет не дождется первым как до 1 так ну все мы садимся в такси едем едем пулять холодно вот что было холодно я затащил обратно блять и рюкзак и все вывалилась ты будешь ругаешься чтобы все сразу видели что за человек агрессивные и неравновешены ну ты же будешь головой на подушке лежать от чего ты приехала ты майбах вызвал нет блять вообще-то бля я живу в москве я только на майбах езжу но ты живешь в ебенях блять далековато я кстати микрофоны взял ты будешь со мной релеса снимать багажник открывай ты в эту пиццерию ходишь смысле не ешь блять ты ешь все здрасте блять все садимся все поехали шоу тайм гоша по прозвищу деду умничает блять у нас клуб без баб а я вечно страдаю по бабам блять я могу всем я тебе могу дать пару номеров в розовой футболке сидит по ягодь не страдаю в это пиздитесь блять оба но твой паспорт у меня как бы будет страдать в самолете под горой за горой на десять тысяч нас блядь десять тысяч лет есть и дашь меня мама родилась чтобы я всю жизнь страдал блять вот они охуевший этот человек страдал блять по девушке блять покупал десять билетов блять не улетал психиатр уходил к психологу еще блять в ее пусть зато я выпетлял из этих историй да братан он выскочил из этого я справляюсь без психиатров не то что вы блять я вот не совсем согласен что ты справляешь здрасте это видеоблог а но это наши вещи а чего да сейчас перенесу все следующий эфир из аэропорта да это шорты блять я там ее будет что-то пиздец что один страдали что второй блять вот психиатром психологом ай ну пиздец блять в какую компашку я попал вообще блять ужасные люди иди свой хлам забирай мы короче тебе новую погремуху придумали короче у тебя будет погремуха либо печалька либо кисляк вы понимаете мы еще в аэропорт не приехали они меня уже заебали блять пиздец блять что за люди такие блять они охуели в край блять мне нахуй никто не нужен блять пиздец блять что за иди свой хлам забирай блять пиздец все блять следующие включение из аэропорта блять я записываю вводную часть блога отъебись первая серия блять дай мне записать вводную часть короче ребят всем привет ты нахуя тележку притащил блять только бля аккуратно нахуй всем привет это первая серия видеоблога вводная часть я познакомился на бали когда было с гошей по кличке дед потому что он блять зануда как дед а в пробке я познакомился с эльдаром по прозвищу кто давай ну-ка попрос блять надо придумать прозвище блять ладно потом придумаем ну вот и короче я с ними познакомился с гошей это и в итоге я хотел осенью полететь блять в азию тихо там же трава блять полететь в азию но в итоге они меня сагитировали и мы летим 26 августа в Таиланд то бишь сегодня ночь сегодня ночью да это водная часть в общем вот эта компашка будет меня сопровождать на протяжении всего отдыха а я вам буду показывать как мы проводим время так что следующая серия уже будет как я не погремуху придумаешь сейчас авария лобовой сейчас я вам покажу как я заезжал за эльдаром как он чуть не умер блять от пульса 180 пока собирал свою сумку тихо ты так не надрывайся а то блять сейчас откинешь это тренировка 1 а потом забрал гошу потом мы поехали в коленку ждать рейс и в аэропорт ну короче сами все увидите let's go машину заберешь забирай брат все я его отдаю тебе ну что за хуйня блять всем пока как зовут тебя брат берегашь блять короче доверяю тебе этого пара забери его с собой блять все брат давай хорошего вечера а вам нужна эта цель здравствуйте блять а как это твоя машина блять неустойчивая блять конструкция все забирайте лешку а мы пошли шоу-тайм гош что за хуйня почему я блять все сумки несу я все забрал бля я донес 60 килограмм а нет ху нахуй ноутбук блять пиздец бля я тащил две сумки по 30 килограмм и охуели блять и вы я выпил пивка чтобы блять какую печку блять ты едешь в таиланд блять пиздец не амли ну типа блять я пойду ему все выскажу потому что его сумка блять 30 килограмм какого хуя блять я нес эту сумку ща ему блять все выскажу этому блять медвежонку нахуй вот его кличка медвежонок блять для почему эту сумку ношу я течу блять этот дворецкий что ли блять тени стыдно блять перед подписчиками пиздец я как блять батька за вами блять что за дедом что за медвежонком блять ты медвежонок теперь блять а вот легко дайте без сумок без всего он конечно блять дворецкий никита смирнов уже все притащил да а чё даже ничего сказать не можешь да стыдно несешь свой макбук блять мажорский все блять садись спереди пиздец блять что за люди почему мы не на майбах едем гоша почему ты майбах не будешь все пусть сидит как блять в гробу блять какие негативные какие негативные я я нес 60 килограмм я нес 60 килограмм ты здоровый кабан ой ну все будешь блять есть в аэропорту ну или будешь по 100 рублей каждый день платить обанкротишься дед ты чё спать собрался дед а ты медвежонок тоже ну конечно блять налегке сел в такси потому что все вещи дворецкий никита смирнов отнес понятно блять ну ладно на там блять опять пизда страдалец из-за девушек ноет кто на этот раз кто на этот раз как ее зовут ладно едем в аэропорт надеюсь я усну и не увижу ваши лица когда приземлюсь блять высадят вас по пути где нибудь блять в эфиопия все блять чё ты несешь окстись ёпта эфиоп блять все блять все блять конец святия эу пиздюки может вы мою сумку понесете блять я носил ваши вещи блять бля нам надо через дорогу ебашить нас не там высадили нас не там высадили я же блять блять какую подписываю вы чё блять алкашня здесь нас высадили вообще не там где должны были душ нам надо и паши через дорогу эти пиздюки еще и свалили блять я все слышу чё пиздите зрелое поведение я ношу ваши сумки блять туда-сюда блять а вы не благодарны да вы не благодарны и блять что ты что дед блять блять вот вы охуевшие блять наш багаж стоит без присмотра потом скажете спасибо за эти воспоминания а мы пойдем перед на перекусон какой-нибудь а какие билеты у меня нет билета пока стоп подождите у меня пакетик горшана ты что семьей летишь гоша подожди блять семью ёпту он типа не с нами ассыка блять а ну да блять тяжело да а я носил вот эту хуйню блять фонарь это подсветка блять в айфоне есть такая функция подсвечивать чего они с нами летят пакет а гоша дед старый посмотри мне он лень вся его приближу гоша дай пять да чё блять да пиздец блять хоть одно веселое видео у меня будет на канале блять а то все время трезвый снимаю всю эту поебень блять все что в моей жизни происходит эу стой блять нам чё пешком идти а где лифт блять блять водки дала просто убегают блять ой блять как я устал ребята это пиздец такой тяжелый день сегодня заставляют ходить через какие-то коридоры блять паспорт ему нужен ну конечно блять все документы у меня блять самый ответственный человек блять в этом трио да и все равно за сколько ты билет купил вредные латвийские гномы я сдаю а где дед блять вон дед со своей розовой подушкой на голову надевай ладно 20 свободных получается можно было ко мне ученика они подсаживают но судя потому что билеты по 10 тысяч продавались добор до бензина буш ты тоже мог снизу пройти брат сказать жизни да читает книжки он покраснел потому что он тет блять давление поднялось специально к тебе подсели это лучший видеовлог будет я не пьяная блять просто весел а вы грустны он говорит меня пиво никогда не берет 10 штук садил непонятно эу чиха блять вообще его ладно отправить мы не летаем у вас ну все пойдешь пешком тогда а вы видели паспорт у него? да залил чем у него? нет он иностранный гражданин он иностранный гражданин я знаю что думки я паспорт все не видела на самом деле он очень переживал он уже кричал отмените билет меня с таким паспортом не выпустят он его просто в лужу уронил короче и уехал в латвию я купил залил не а на границе в итоге вспомнил что он без паспорта пришлось вот гоше ему паспорт отправлять вы представляете еще чуть-чуть и все и не пускали бы никуда его мы прошли все паспортные и таможенные контроли в Таиланде? гош они не с нами все сюда ага гош ты друзей нашел новых что ли? дипломаты мне туда? граждане России а тебе не туда это пошло? а куда мне блять? не мне надо в отдельную контору на а мне куда? ёптва тут только граждане России иди сюда просишь допустим иди сюда иди вон оттуда дипломаты мне в дипломаты надо иди вон дипломаты до свидания блять пиздец сейчас еще не выпустят дипломаты блять вообще хер знает куда послали блять а как я их найду потом пиздец и че делать? ладно сейчас проверим блять ребят расклад такой что на последнем КПП медвежонка то бишь Ильдара задержали для дополнительной проверки говорят там по паспорту не похож туда-сюда и мы с Гошаном решили продолжить путь вдвоем ну не судьба Гоша уверенно его пропустят а я а я хочу есть поэтому мы идем за едой Эльдар нас найдет мы своих не бросаем мы просто отходим на расстояние правильно Гошан? блять ну че ну блять ну зачем тебе вода? в самолете дадут тебе воды короче мы идем дальше пока что без Эльдара потом он придет спросим че там ну если придет если не придет ну не фартануло Ильдар до сих пор на кпп что-то у него там спрашивают а мы с Гошей решили пойти перекусить я уже подзаебался Гошан что ожидаешь от поездки? это не зеркало, эта камера ожидаю от поездки позитивных эмоций Много спорта, много бега, много вкусного сока и много солнца. Вот, так что ждем Альдара и ужинаем или завтракаем в заведении. Вообще в аэропортах очень классный вайб. Вайб путешествия, позитивный хамуфин. Не, мы только сели. Можно пока акрошку заказать? Да. Окрошка. Ну все. Ребят, короче, только что позвонил Альдар, сказал, что его не выпускают, что у него запрет на выезд и он не может вылить в талант. Просто типа, что? И он мне сейчас позвонил, попросил, что я подошел к стойке КПП, отнес ему деньги, которые он мне дал в блядь Евакуэ. Блин, самое забавное, знаете, что Гоша, он должен был лететь через два дня другим рейсом. То есть я должен был лететь вдвоем с Альдаром. Его в итоге не выпускают. И сейчас я иду к Альдару, дать ему деньги и все, блядь. Ему придется ехать домой. Я не знаю, ну, скорее всего, он это решит. И я очень надеюсь, что он вылетит, ну, если не завтра, то там через пару дней. Но ситуация вообще пиздец. Просто не выпускает. Ну, вот такой вот первый влог, блядь. Снимали красивый влог. Были втроем. Остались, блядь, вдвоем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова